Русско-французские войны – войны разных эпох между Францией и Россией, в широком понимании последней, включающем Российскую империю и СССР. В более широком смысле, темой этой статьи является сводное описание военно-политического взаимодействия Франции и России, составленное из перечисления других статей, существующих или планируемых, снабжанного аннотацией или рефератом. Каждая из них, отдельную часть составляют размещаемые после краткого перечисления всех статей о военных кампаниях, обзорные и аналитические материалы по затрагиваемой теме, территориальная удаленность двух стран, отсутствие территориальных и династических противоречий, способствовало бесконфликтности их взаимоотношений в эпоху Средневековья. Лишь в новое время, которое ознаменовалось усилением роли России в Европе, интересы этих стран стали вступать в ситуативные противоречия. Войны 18-19 веков Революционные войны Революционные войны Серия конфликтов с участием Франции, проходивших в Европе в период с 1792-мя, когда французское революционное правительство объявило войну Австрии по 1802-м, а именно до заключения Мьенского мира. Российская империя Все военные события этой категории Итальянские и швейцарские походы Суворова Итальянский поход Суворова Битва при Аде От 26 до 28 апреля 1799 года Битва при Треори От 17 до 19 июня 1799 года Битва при Неве 17 августа 1799 года Сражение в Мутенской долине От 19 до 20 сентября 1799 года Наполеоновские войны Война Третьей коалиции Война Четвертой коалиции Война Пятой коалиции Отечественная война 1812 года И кампании 1813-1814 год Отечественная война 1812 года Категория Отечественная война 1812 года Заграничный поход Русская армия 1813-1814 Взятие Парижа Венский конгресс Восточная война 1853-1856 год Кримская война Война 20 века Военная интервенция Антанты в Россию Франция в соответствии с Кампьенским перемирием Получила на правах Союзник России Право занять ее Территорией Ранее оккупированной Германией В результате боев Первой мировой войны И подписания Большевиками Брестского мира Ограниченные на западе Р. Вислой Фактически Французская сторона Ограничилась Высадкой десантов В Крыму и Одессе С последующим Расширением Плацдарма Вдоль побережья Черного моря Против интервенции Выступали большевики Весной 1919 год Интервенция Была свернута В результате Смены Французским правительством Политического курса В отношении Его бывшей Союзницы И французские Контингенты Покинули занятые территории Вторая мировая война Против СССР В составе Германских вооруженных сил С 1941 года Воевал Коллаборационистский Легион Французских Добровольцев Против Большевизма Изби Русско-французских Войнах Русско-французские Войны Если не считать Случайной Враждебной встречи Под Денцигом В 1734 году Первые вооруженные Столкновения Русских С французами Последовали лишь В самом конце Прошлого столетия При императоре Павле Действия русских Войск В 1799 году Были успешны Только в Северной Италии На других Театрах войны Они были Или бесплодны Или неудачны Описание войны 1805 год Об обстоятельствах При которых Россия Приступила В 1805 году К новой коалиции Против Франции СМ Наполеоновские Войны Главная Австрийская Армия Должна была Вторгнуться В Баварию И остановиться На реке Лехе В ожидании Прибытия Русских Вспомогательных Войск На особый Русско-шведский Корпус Возложено Было Произвести Диверсию В Ганновере Другую Диверсию Должен был Исполнить Из Корфы и Мальты Через Неаполь Военные действия Начаты были Австрийцами Раньше Условленного Времени Кутузов С 1-й русской Армией Поспешно Следовал Через Морави На соединение С Маком Но Получив По прибытии На реку Иенен Известие О пульмской Катастрофе Убедился В невозможности Дальнейшего Наступательного Движения И решил Отступать Долиной Дуная Пока Прибытие Подкреплений Не даст Возможности Вступить В решительное Сражение С неприятелем Французы Неотступно Преследовали Союзников И одержали Успехи В разных Арьергардных Делах Для обеспечения Левого фланга Французской Армии Наполеон Переправил На левый берег Дуная Корпус Морти Который Должен был Следовать На одной высоте С прочими Корпусами Получив От императора Александра Повеление Не вступать В бой С французами До соединения Сшедшие К нему Второй Армии И не имея Возможности По слабости Своих сил Прикрывать Вену Кутузов Решился Предоставить Ее собственную Участь И избрать Для дальнейшего Отступления Дорогу В Моравию По левому Берегу Дуная 28 октября Он перешел На этот берег У Кремсей Уничтожив Мосты Остановился На позиции Впереди Дернштейна Для прикрытия Отступления Обозов Австрийские Войска Отделяйся от русских Направились К Вене Морте Лишенный Сообщения С главной Французской Армией Очутился Перед превосходными Силами Русских Главные Войска Его Атакованные У Дернштейна Были совершенно Разбиты Успех Этот Однако Не устранял Причин Понуждавших Кутузова Торопиться С отступлением 31 октября Русские Войска Двинулись По направлению Нашратентали Знайм К Брэму Между тем Наполеон Беспрепятственно Занял Вену И задумал Отрезать Русской Армии Путь Отступления Для этого Три корпуса Направлены Были через Корнейбург И Штаг Керау На знаем А два Других Должны были Задерживать Движение Кутузова Чтобы дать Время Мюрату Предупредить Его В знаем Положение Нашей Армии После занятия Французами Вены Сделалось Весьма Критическим Войска Задерживаемые Еще в 60 Верстоход Знаем Между тем Как передовому Французскому Корпусу Мюрата Ничто не препятствовало Занять этот Город В тот же день Чтобы прикрыть Знаем Кутузов Направил Семь тысяч Человек Под начальством Князя Багратиона В Галабрун С приказанием Держаться там Во что бы то ни стало Пока остальные Войска Не пройдут Мимо 2 ноября Мюрат Встретил этот Отряд у Галабруна И не желая Терять времени В сражении Настоявшегося Перемирия Кутузов Притворно Согласился На приостановку Военных действий И отправил К Мюрату Генерал-адъютанта Винсен Героди Как бы для Окончательных Переговоров Предложенные Условия Показались Мюрату Столь выгодными Что он Немедленно Послал их К Наполеону На ратификацию И в ожидании Ее Остановился У Галабруна Наполеон Поняв хитрость Кутузова Немедленно И строго Предписал Мюрату Идти вперед И занять Знаем Пока депеши Ходили в Вену И обратно Прошло около суток И к вечеру 3 ноября Армия наша Успела миновать Знаем 4 ноября Отряд Князя Багратиона Стоявший Около Галабруна Был атакован Превосходными Силами Противника Но продержался Весь день 5 ноября Прибыл в Знаем Намерение Наполеона Отрезать русским Путь отступления Не удалось 7 ноября В городе Вишоу Присоединилась К Кутузову Наша вторая армия На военном совете Решено было Отойти к Альмюцу Выждать там Подкрепление И потом Перейти к наступательным Действиям Совокупно Сыр с герцогом Карлом Наполеон Со своей стороны Решился Дать войскам Отдых В котором Они крайне Нуж дались С 8 по 17 ноября Продолжалось Временное Бездействие Противников Наполеон Сумел Внушить Союзникам Убеждение Что он терпит Вишам усилий Будут совершенно Истреблены С другой стороны Продовольствие Союзной армии Стоявшей Впереди Альмюца Было так дурно Организовано Что окрестная Местность Была в конец Остащена Реквизициями И оставаться Долей На занимаемой Позиции Было невозможно 15 ноября Союзники Не выждав Прибытия Следовавших К ним Колонн Бениксена И Эсена Двинулись К городу Вишу А затем К Аустерлицу С целью Обойти Правое Крыло Неприятеля И отрезать Его От Вены О себе Открыть Ближайшие Сообщения С эрцгерцогом Карлом Наполеон Сосредоточил Главные силы Свои Между Аустерлицем Абрюном 20 ноября Произошло Знаменитое Сражение Под Аустерлицем Заставившие Австрийцев Просить Мира Армия Кутузова Должна Была Вернуться В Россию Экспедиция Русско-шведских Войск В Ганновер Совпала По времени С Аустерлицкой Битвой И не могла Уже Принести Никакой Пользы Каждый Из союзных Отрядов Вернулся В пределы Своего Государства Диверсия Англо-русских Войск В Южной Италии Тоже не имела Никаких Результатов Литература СР Блоу Филд Сукве 1805 Скен Холис Дер Крекве 1805 Индеут Михайловский Данилевский Описание Войны 1805 Описание Войны 1806 Когда летом 1806 Кратковременное сближение Франции и Пруссии уступило место взаимному охлаждению Император Александр обещал предоставить в распоряжении короля Фридриха Вильгельма 60-ти тысячное русское войско В начале сентября 1806 года на западной границе России кроме Днестровской армии Михельсона Собрано было еще 8 дивизий разделенных на два корпуса Бениксена и графа Боксгевдена При первом известии об открытии Наполеоном военных действий против Пруссии Бениксену повелено было идти через Варшаву в Селезию Но накануне выступления прибыли прусские комиссары с уведомлением что для русских войск еще не заготовлено продовольствие Поход пришлось отсрочить Тем временем последовал разгром пруссаков и государя приказал Бениксену не переходить через веслу а расположить корпус на правом берегу ее между Варшавой и Торном Михельсону послано было приказание отправить две дивизии под начальством генерала Эссена к Бресту а Боксгевдену собрать свой корпус между Брестом и Гродно В то же время объявлен был усиленный рекрутский набор и повелено сформировать в России милицию в 612 тысяч человек 18 ноября император Александр объявил Наполеону войну несмотря на то что силы наши пришлось раздроблять по случаю разрыва спорта и продолжавшихся еще военных действий против Персии Бениксен стоял в это время около полтузка ему же подчинялся единственный уцелевший прусский корпус Лестока находившийся в Торне снабжений продовольствием войск среди враждебных нам поляков вскоре стало встречать неодолимые затруднения последствием чего явилось мародерство и неразлучные с ним беспорядки между тем французская армия в числе 150 тысяч человек приближалась к Висле направляясь на Торн Плотской Варшаву Бениксен не считая возможным оборонять Вислу против втрое сильнейшего противника отошел Костроленке Лестоку было приказано двинуться к Страсбургу для защиты Восточной Пруссии тем временем французы устроили переправы у Торна Плотской Варшавы но далее не двигались только корпус Даву высланный к Нарьеву приступил к устройству моста выше Мадлина тогда Бениксен 24 ноября опять перешел к Полтуску 4 декабря прибыли Костроленке войска графа Буксгевдена которому высочайшее повелено было составить резерв Бениксена и соображаться с его действиями оба эти генерала не зависели друг от друга и почти явно враждовали между собой для согласования их действий послан был государем генерал-лейтенант граф Толстый около этого же времени стали подходить к Бресту две дивизии генерала Эссена считая с ними всех русских войск в Польше находилось до 111 тысяч человек но армия это была без главнокомандующего после долгих колебаний император Александр поставил во главе ее граф М. А. Каменского когда-то приобретшего известность в турецких войнах но одрехлевшего и отличавшегося лишь упрямством и странностями 9 декабря 1806 года через два дня по прибытии графа Каменского в Пултуск Наполеон двинулся вперед граф Каменский не имея сведений о наступлении фланговых неприятельских корпусов приказал Бениксину двинуться против войск французского центра и отбросить их за веслу вследствие этого Бениксин едва не был отрезан от реки Нарева и только благодаря стойкости наших передовых отрядов успел 13 декабря отступить к Пултуску здесь граф Каменский решился принять сражение но в тот же вечер так изнемог физически и нравственно что отдав ряд самых странных приказаний отказался от командования и велев тотчас же отступать уехал в Гродно Бениксин однако не исполнил последнего приказания и остался на занятой позиции где был на следующий день атакован французами под начальством Ланна после боя при Пултуске в котором мы успешно отразили все нападения противника Бениксин на другой день отступил Костроленке всячески избегая соединения с графом Буксгевденом который с половиной своего корпуса находился в это время у города Маковый мог по старшинству в Чине заявить притязание на главное начальство в то же время прибыл к армии генерал Кноринг назначенный начальником штаба графу Каменскому он был старше в Чине нежели Бениксин и Буксгевден и тоже претендовал на первую роль но ему за неимением на то приказаний отказывались повиноваться в довершение неурядицы граф Каменский продолжал распоряжаться в тылу армии не извещая о том корпусных командиров с 15 декабря все колонны наших войск стали отступать и 28 соединились у Текочина настойчивого преследования со стороны французов не было движения их как и русских затруднялись непролазной грязью которую Наполеон назвал пятой стихией Польши уже 18 декабря французские войска были расположены для отдыха по квартирам русская армия простояв два дня у Текочина двинулась на север для защиты Пруссии во время похода пришло высочайшее повеление о назначении Бениксена главнокомандующим и о подчинении ему корпуса Сина равной резервов узнав о разобщенном расположении французских корпусов Ния и Бернадотта на правом берегу Нижней Вислы он задумал отрезать их друг от друга маршалы однако успели своевременно отступить сосредоточиться у Гогенштейна и Маронгена дело ограничилось схватками передовых отрядов Наполеон последовал за Бениксеном в восточную Пруссию намереваясь обойти левое крыло русской армии отрезать ее от России и отбросить к морю случай разрушил его предположение офицер весший операционный план к Бернадотту был захвачен одной из наших летучих партий стойкость наших арьергардных войск задержала движение противника и Бениксен успел отступить в городу прессии Шейлау последовавшие здесь 27 января кровопролитное сражение не имело решительных результатов в ту же ночь Бениксен отошел к Кенигсбергу чтобы дать отдых войскам пополнить запасы принять меры для обороны города где находились большие склады всяких запасов действия генерала Эссена в Польше ограничились за это время взятием города острова и неудачным нападением на остроленку в апреле он был уволен от командования корпусом и замещен генералом Тучковым между тем армия Наполеона так была расстроена сражением при прессе Шейлау что после бездействия продолжавшегося 9 дней была отведена за реку по Саржу на правом берегу которой оставлен был лишь корпус нея у Гудштадта Бениксен 7 февраля последовал за французами но задержанный наступивший оттепелью только 20 февраля достиг Гейльсберга вокруг которого расположил свои войска по квартирам время года было неблагоприятно для военных операций в апреле прибыл в Пруссию император Александр и 14 апреля в Бортенштейне заключил с Фридрихом Вильгельмом договор для противодействия завоевательной политике Наполеона к договору в этом он старался привлечь Англию и Австрию но безуспешно в начале мая государь вернулся в Россию Донцик осада которого продолжалась более месяца принужден был сдаться французам осаждавший его корпус поступил в распоряжение Наполеона для полевых действий вообще за исключением отдельных корпусов в главной французской армии было во второй половине мая 115 тысяч против 85 тысяч Бениксена 21 мая Бениксен двинул часть своих войск против корпуса Нее надеясь разбить его до прибытия подкреплений но предприятие это не удалось и не успел благополучно отступить за реку по Саржу через несколько дней после этого Бениксен был атакован у Гельсберга частью главных французских сил под начальством самого Наполеона но держался на своей позиции тогда Наполеон решился выманить Бениксена из его крепкой позиции посредством стратегического маневра он двинул часть своих сил к Ландсбергу на Кёнигсбергскую дорогу угрожая нашей операционной линии маневр этот удался Бениксен отступил к Фридланду и здесь войска наши расположенные на крайне невыгодной позиции потерпели совершенное поражение русская армия слабо преследуемая неприятелем соединилась 5 июня с ушедшими из Кёнигсберга прусским корпусом Лестока и отдельным отрядом Каменского на следующий день все войска продолжали отступление и переправившись у Тильзита через Неман расположились на правом берегу этой реки предланское сражение положило конец и запоздалым попыткам шведов и англичан принять участие в военных действиях высадками в Померании и Северной Германии император Александр решился вступить в переговоры о мире который был заключен в Тильзите 25 июня С.Р. Наполеоновские войны литература список литературы предположительно из статьи С.Б. Михайловский Данилевский описание второй войны императора Александра с Наполеоном в 1806-07 Г.Г. Дюма Пресис Позднейшие войны России из Франции описаны в статьях Отечественная война 1812 года и кампания 1813-14 годов и Восточная война 1853-56 годов Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров